Соревнования в Токио, Олимпиады 1964 года, весовая категория уже более тяжелая, это до 69 килограммов. И вот это соревнование на протяжении потом многих десятилетий воспринималось как такая дуэль двух атлетов Владимира Коплунова против Вальдемара Бажановски из Польши. Классическая дуэль. Такая же, как впоследствии будет дуэль Наима Сулеймана Аглы и Валеры Леонова на Олимпиаде в 96 году. Такая же, как, конечно же, дуэль Юрия Власова и Леонида Жаботинского в самой тяжелой весовой категории здесь же, в Токио. Так вот, в жиме по результатам Вальдемар Бажановский имеет 132 килограммов, Владимир Коплунов и Марио Жилинский, еще один польский штангист продемонстрировали 140 килограммов, улучшив европейское достижение. Затем, в рывке, Владимир Коплунов фиксирует и останавливается на весе 127,5 килограммов, ну а Вальдемар Бажановский в рывке уходит вперед 135. Если посчитать вот сейчас, то сумма Бажановский и Коплунова одинаковая, 267,5. Бажановский по собственному весу легче Коплунова, ну и события развиваются. Вес на станке 165 килограммов и Бажановский приглашается для второй попытки. Коплунов первый подход зачетный уже сделал, но, конечно же, главные соревнования вот сейчас будут разворачиваться. Забегая вперед, Вальдемар Бажановский выиграет Олимпиаду еще 1968 года в Мексике и в Польше. Вальдемар Бажановский самый известный штангист за всю историю Польши. Он на протяжении многих лет будет впоследствии возглавлять Европейскую Федерацию тяжелой атлетики. Да и сейчас он, хоть и не в начальниках, но, как говорится, Вальдемар Бажановский среди представителей Международной Федерации на всех крупнейших турнирах. Итак, Вальдемар Бажановский на первой своей Олимпиаде. Вторая попытка. 165 килограммов вес на штанге. Второй подход. И не толкает. Видите, Бажановский 165. Второй попыткой и следом за ним вызывают Владимира Коплунова. Для него это первая Олимпиада. Владимир Коплунов родился в Красноярском крае. Затем ушел в армию, служил в Китае. И однажды, приехав на соревнования в Хабаровск, к большому счету попал в спорт-роту в вооруженных силах. Ну и, кстати, с вооруженными силами и с тяжелой атлетикой в вооруженных силах будет связана вся жизнь Владимира Коплунова. Впоследствии он будет долгие-долгие годы одним из тренеров, потом и главным тренером команды вооруженных сил Советского Союза. Но тогда Владимиру Коплунову 31 год. Он уже чемпион СССР, чемпион мира. И даже на чемпионате мира он выступал и выиграл в 62-м году. Ну а вот годом позже, в 63-м, Владимир Коплунов побывал на своем втором чемпионате мира в жизни. И вернулся с серебряной медалью. Уже двукратный чемпион Советского Союза. И второй попыткой, видите, уверенно берет на грудь 165 килограммов. Тот вес, что со второй попытки Владимир Бажановский не покорился. Коплунов впереди. И вот третья попытка для Вальдемара Бажановски. Если 165 килограммов Вальдемар Бажановски зафиксирует, то он наберет сумму 432,5 и установит новый мировой рекорд в сумме. Вальдемара Бажановски. Вальдемара Бажановски. Ну вот сейчас по этим планам, конечно же, можно было бы и не фиксировать этот третий подход Вальдемар Бажановски. По правилам, которые нынче установлены в тяжелой атлетике. Но тогда, видите, Вальдемар Бажановски считает 165 килограммов. Третий подход. И что остается делать Владимиру Коплунову? Владимиру Коплунову нужно увеличивать вес на штанге. Видите, он заявляет 167,5. Потому как сейчас одинаковый результат у Бажановски и у Коплунова. Ну а по собственному весу Бажановски и Коплунова легче. И, соответственно, он впереди. Итак, 167,5 нужно толкать Владимиру Коплунову. В борьбе за золотую медаль. Золотую олимпийскую медаль. Видите, прямо здесь же, рядом с помостом, подготавливает советский штаб Владимира Коплунова во главе с главным тренером тогда сборной страны Аркадий Никитичем Воробьевым. Никуда, олимпийским чемпионом. И вот Владимир Коплунов выходит к штанге весом 167,5. Сейчас он второй, в попытке стать первым. 165 килограммов. В тот момент это уже был вес олимпийского рекорда. Который зафиксировал уже и Коплунов, и Бажановский. Но Коплунов идет на 167,5. Еще больше. Кстати, он первым зафиксировал 432,5 сумму. Уже вторым подходом. И 167,5 берет на грудь. И посмотрите, насколько был близок Владимир Коплунов к удачному подходу. Близок, близок, но, увы, Коплунов кланяется. Вальдемар Бажановский, олимпийский чемпион Владимир Коплунов получает серебряную награду. Но соревнования не заканчиваются. Видите, 172,5 просит установить Мариан Жилинский из Польши. Он проигрывает 7,5 килограммов Коплунову и Бажановский по сумме двоеборья. Соответственно, если вот этот вес, 172,5, покорится Мариану Жилинске, то в этом случае поляк обыграет и Бажановского, и обыграет Владимира Коплунова. Две попытки. Продолжение следует... Поляк берет на грудь 172, но, видите, не более того. Есть еще третья попытка у польского штангиста. Но у нас есть возможность все-таки рассказать вам о том, что будет дальше. Владимир Коплунов останется с серебряной медалью на Олимпиаде в Токио. Бажановский выиграет, затем выиграет еще через 4 года в Мексике. Для Владимира Коплунова это будет последней Олимпиадой, единственной в его карьере. В конечном итоге Владимир Коплунов завершит свои выступления, трижды победив на чемпионатах, чемпионатах Советского Союза. Четыре раза выиграет чемпионат Европы, установит 17 мировых рекордов по совокупности. Ну и, как я уже говорил, всю свою профессиональную деятельность отдаст тяжелой атлетике в рядах вооруженных сил. Он вместе с другим серебряным призером, ну а затем и олимпийским чемпионом на следующих Олимпиадах с Виктором Куренцовым переберется из Приморского края, из Хабаровска в Одинцово, где и живет до сих пор. Кстати, они женаты на сестрах, ну и всегда на протяжении долгих, многих-многих лет были вместе, были вместе и на Олимпийских играх в Токио в 64-м году. Последняя попытка в программе в этой весовой категории, в программе Олимпиады 64-го года. Поляк Мариан Жилинский пытается зафиксировать, затолкать 172,5 килограмма. Жаль, но фрагментов Олимпиады в Токио сохранилось очень мало. Видите, тяжелая атлетика и вот этот самый известный спор Жаботинского и Власова вообще отсутствует. Ну и победа Плюкфеллера, Голованова также лишь в одиночных телевизионных фрагментах сохранилась уже через 40 лет. Не более того. Выталкивает штангу весом 172,5 килограмма Мариана Жилинский. Владимир Бажановский выигрывает. Владимир Коплунов получает серебряную награду. В церемонии награждения тройка призеров Вальдомар Бажановский, Владимир Коплунов и Мария Жилинский приглашаются для олимпийского награждения здесь же на помосте. Владимир Копланов, Владимир Коплу. Владимир Копלмак. Владимир Коплу и Мария Жилинский, Владимир Копланов. видите с тех пор церемонии награждения изменил сначала приглашают на третьи и вторые ступеньки а затем уже только чемпиона тогда в 64 году было по-другому ну что ж поздравление владимиру куплунову пусть и немного фрагментов телевизионных существует того олимпийского турнира 64 года видите но вот основная борьба в этой весовой категории есть а 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 Продолжение следует...